Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами на канале Анна Гаг, которая уже вам успела полюбиться. Мы видели много отзывов. Здравствуй, Анна! Здравствуйте, Ланна! Очень приятно видеть вас снова. Как-то можно? Значит, мы сегодня поговорим об очень таких больших вопросах, которые оказывают огромное влияние на нашу жизнь в том смысле, в которой мы можем этой жизни каким-то образом управлять. И на самом деле просто многие люди, они не осознают того, насколько в их руках находятся механизмы управления своей жизнью. Они как бы плывут по течению, но они не знают, что вот эти механизмы в них уже заложены от природы. И мы на эту тему поговорим, и мы можем начать, например, с хорошо всем известного, мы начнем с чувств, с эмоций, да, и мы начнем с хорошо всем известного чувства обиды. Мы все умеем обижаться. Не все люди, однако, понимают, что стоит за этим чувством обиды. Дело в том, что обида довольно-таки сложное чувство, и если все идет хорошо, и человек осознанно живет свою жизнь, да, то обида по-простому, да, у человека в голове есть какие-то ожидания, что другой человек поступит каким-то образом, а он поступает не в соответствии с его ожиданиями, а как-то еще. И тем самым, возможно, задевая его какие-то внутренние убеждения, его какие-то помыслы и так далее. И это вызывает эмоциональную реакцию, и человек входит в состояние обиды. Что происходит дальше? Если человек осознанный, он говорит, ну да, меня задели, вот проехали, человек не хотел этого сделать, все это добрая воля и так далее, и так далее. Это делает человек, который живет осознанную жизнь. А человек, который живет неосознанную жизнь, он думает, меня обидели, и он начинает погружаться в эти чувства, ему становится себя жалко, ему хочется, чтобы его другие пожалели. И начинается вторичная эмоция, которая намного сильнее, намного долговременнее, и человек может очень надолго в этом деле увязнуть. И вот если мы научимся, во-первых, понимать, что есть два этапа вот в этих вот чувствах обиды, да, и успешно с этим как-то не бороться, а успешно управлять, да, то мы, конечно, сделаем свою жизнь намного симпатичнее и намного приятнее. Согласна абсолютно. На мой взгляд, есть еще третья категория людей, и большинство из нас относится именно к этой третьей категории. Это вот когда мы обиделись, понимаем, что надо простить, но почему-то что-то внутри не отпускаем. Потому что если все было так просто, если человек мог в уме решить, ага, ну тут обижаться не на что, или я тут обижаться не собираюсь, и после этого обижения перестать было бы невероятно удобно. А нам неудобно. И вы вот очень хорошо сказали вначале, что мы все умеем обижаться. Обижаться – это действительно умение, это определенный навык, и это определенная привычка, которую нас учат в детстве, да, то есть родители нам показывают, что в таких-то ситуациях принято обижаться. Животные обижаются, не только люди. Животные обижаются и высказывают нам свою фи. Это, в общем-то, генетически идет еще из другого мира. Ну, наверняка, потому что за этим стоят физиологические механизмы, стихивающие наше выживание. Но тем не менее, вот если мы понаблюдаем за семьями, то в каждой семье вот этот способ выживания, он немножко отличается. Потому что есть, например, какой-нибудь один и тот же факт. Ну, например, Вася опоздал на свидание. Да, и если человек воспитан в одной семье, то он на это обидится, а в какой-нибудь другой семье он может на это разозлиться, а в какой-нибудь третьей семье это может его раздражать, а где-то это может даже его и испугать, потому что он вот не пришел на свидание, значит, он меня не любит, значит, я без него пропаду. Там все что угодно может стоять за этим. И поэтому мы понимаем, что факт, он находится, он отделен от нашей реакции. И реакция — это по большей части то, чему нас научили, то есть это некие привычки, которые нам прививают родители. И эти привычки вначале призваны, в общем-то, наше выживание обеспечить. Потому что это же все не с пустого места берется. И они якобы полезны. И мы очень за них держимся, потому что есть подсознательное ощущение, что если все вот эти люди в нашем роду, имея такой склад, такую картину мира и такую систему реагирования, выживали, породили меня, и в целом сейчас в жизни у них все как-то более-менее ничего, то, наверное, это и есть правильно. И это мощнейший механизм воспроизведения того, как в нашей семье. И пока мы не доживем лет до 30 и не обратимся к психотерапевту, условно говоря, приблизительно, так оно все и будет. Но дело в том, что иногда мы обнаруживаем, что механизмы выживания, привитые нам в детстве, они неактуальны. И очень важно периодически делать сверку и задавать себе вопрос, «А вот это мое поведение, оно по-прежнему ведет меня к самым эффективным результатам? Или что-то в мире поменялось, или во мне поменялось, отчего моя система реагирования тоже должна измениться?» И очень часто можно заметить, что обида — это такое чувство, как, кстати, и боль, и страх, и всё остальное, которое нас очень сильно ограничивает. То есть проблема обиды в том, что это ограничение. Если бы мы не обижались, мы вели бы себя как-то по-другому. Часто от простого осознания этого факта уже становится легче, потому что кто-нибудь скажет, «Это меня будут сейчас ограничивать мои обиды». Ну уж нет. Многие люди упиваются своими обидами, они становятся в положении человека, которого должны все жалеть. И это, наверное, для некоторых людей очень выгодная позиция, потому что все свои жизненные неудачи, они могут списывать как чью-то вину, потому что на самом деле, если задуматься обида и вина, они, в общем-то, очень тесно связаны. То есть самому обидеться — это значит вызвать в ком-то ещё чувство вины. То есть, в общем-то, эти два чувства, они так рядышком идут. Или не вызвать, тогда это самое... И не вызвать, а человек не чувствует себя виноватым. Абсолютно согласна, да. Справедливо. Обида и вина действительно очень сильно связаны. И в таких хороших глубоких практиках прощения, как правило, мы обнаруживаем, что если в нас живёт обида, то по какому-нибудь поводу у нас и вина живёт тоже. Это очень похожие реакции, просто со знаком плюс или минус. И обычно они, вот как суп, в супе все ингредиенты смешиваются. Вот точно так же обида и вина очень часто смешиваются у нас в одно единое чувство боли и дискомфорта, где все перед всеми виноваты, и, может быть, даже все всё понимают, но только почему-то по привычке продолжают чувствовать по-другому. И вот то, что вы говорите про... вот про эту ситуацию, когда человек себя жалеет и через это что-то получает, и какую-то долю своей ответственности скидывает, это очень во многом про жизненную позицию как таковую. Я тут недавно написала статейку маленькую про эстетику боли и эстетику счастья. И действительно, я вот смотрю, что люди делятся на тех, кто сознательно стремится к счастью и на тех, кто по каким-то причинам стремится к боли, потому что им вот этот образ человека страдающего кажется либо более выгодным, либо более адекватным, либо более эстетически притягательным. И во многом это задано именно нашей культурой, потому что в культуре все книги, они что, про счастливых людей, что ли, написаны? Ничего подобного. И возникает такое впечатление, что человек страдающий – это человек интересный, с глубоким внутренним миром, а про счастье что про него писать? Ну, это больше к загадочной русской душе тоже относится. То есть вот в Америке все проще намного. В этом смысле. Я бы не сказала. Я наблюдаю огромное количество американцев, которые тоже очень не дураки пострадать. Потому что у них тоже литература и тоже культура. И я согласна, что в американской культуре в большей степени принято быть счастливым, чем в русской. Потому что там есть культ счастливых, улыбающихся людей, которые показывают, что у них все очень сильно файл, и что все замечательно. Но тем не менее, все равно есть... Нет, но где-то на каком-то уровне, да. Безусловно, это разные слои. Конечно, конечно. Практически нет культур, где был бы по такой степени культ счастья. Дело в том, что боль человеку уже тоже, наверное, нужна на каком-то этапе. Потому что через боль мы учимся. И мы учимся ценить то же самое счастье таким образом. То есть какое-то количество отведённой боли, оно, наверное, человеку зачем-то необходимо. Но это не должно войти в привычку. И боль — это что-то, что вызывает совершенно невероятное привыкание. И самая основная проблема человека, который хочет простить, заключается в том, что ему нужно избавиться от определённой реакции своего организма, которая очень часто чисто телесная. Ведь очень часто так бывает. Ну, например, мы за кого-нибудь там волнуемся, напрягаемся, потом этот человек приходит домой, и с ним всё в порядке. Какое ещё время после этого нас будет трясти? Довольно длительное, если мы сильно перенаправились. И вот эти вот эмоции, они даже могут опрокидываться друг к другу. То есть когда мы за кого-то сильно беспокоимся, а потом оказывается всё в порядке, мы часто начинаем на него злиться или обидеться за что-нибудь и прочее. Трица. Ну, кто-то злится, кто-то обижаться, там почему-то мне не позвонила и всё вот эти вот истории. Поэтому есть, скажем так, ментальное основание у обиды. Да, вот Вася повёл себя неправильно, и поэтому я на него обижаюсь. А есть ещё телесные реакции, энергетические реакции, когда мы в нашем теле чувствуем себя обиженными, даже если уже решили, что повода для обида нет. Вот, допустим, идеальный вариант, человек объяснился и попросил прощения. То боль вызывает привычку. И эта привычка, она закрепляется телесно, вот как рефлекс. И поэтому, когда мы делаем практики избавления от обиды, есть несколько этапов этой практики. Именно поэтому у большинства людей избавление от обиды занимает столько времени. Потому что первый этап — это осознать, да, сконфигурировать своё сознание таким образом, что обиде там не место. «Я не хочу обижаться». Неважно почему. Либо потому, что человек не виноват, либо потому, что я просто не хочу обижаться и не хочу жить в этих эмоциях вне зависимости от того, виноват он или нет. Либо потому, что это каким-то образом меня ограничивает, а я не хочу быть ограниченным. Например, что бы я сейчас делал, если бы не обижался, если бы не боялся, если бы у меня не было чувства в небо. То есть по каким-то причинам человек сначала в уме для себя решает, что он делает эту практику прощения и обижаться перестаёт. После этого очень важный шаг — это сделать что-то. Кто-то этого достигает, просто сидя сам с собой на диване, и думая об этом. Кто-то идёт делать специальную медитацию, которую мы, даст Бог, сегодня запишем, если интернет будет нормальный. Кто-то идёт в церковь за этим. То есть у всех разный пункт. Но как или иначе, человеку нужно единоразово пережить чувство прощения и отпускания. И это очень важно с точки зрения именно пережить его телесно, поскольку недаром же говорят «груз обид». Это действительно груз. Когда мы чувствуем, как обиды отпускают, тело очень сильно расслабляется и начинает чувствоваться как гораздо более лёгкое. И очень важно пережить вот этот момент катарсиса, если можно так назвать, когда мы впервые чувствуем, а как это было бы, если бы мы всё это время не обижались. А вот после этого наступает третий этап, который некоторые люди склонны пропускать, но пропускать его не надо. Это этап закрепления этого нового механизма как привычки. То есть обычно эту практику прощения требуется ещё пару разиков повторить, для того, чтобы наше тело убедилось, что вот, теперь я буду реагировать по-другому и стала к этому привыкать. И это очень хорошо влияет на обидчивость в целом, потому что если человек понаделал достаточно этих практик, знает, какие чувства будут, когда он от обиды избавится, это стирает ли в его организме вот эти вот и гормональные, и энергетические, которые дают нам ощущение обиды. И мы начинаем обижаться реже. То есть человек, который практикует что-нибудь, дыхание какое-то или медитация, или что-то, он рано или поздно замечает, что в тех случаях, где он раньше обиделся, у него эта обида автоматически не возникает. А у него может, например, возникнуть мысль, типа, а не обидится ли мне? И он входит в ту точку, в которую он может принять решение. Я сейчас буду обижаться или нет? Ну и любой здоровый человек принимает решение не обижаться, поскольку это очень некомфортное физическое состояние, в котором никто не хочет вспомнить, как вы себя физически чувствуете, когда обижаетесь, это же ужасно, да, потому что башка болит, слезы текут, ну, в каких-то крайних случаях. А если вроде всё стало уже немножко успокаиваться, то просто тело надобижённое, спина болит там и прочее, да, и все вот, ну, сердце, потом в конце концов болезни какие-то от этого развиваются. И никто в здравом уме не выберет это состояние тела, если бы этот выбор был. Поэтому вот такие три важных этапа работы над обидами, и в идеале нужно эту работу довести до конца, для того, чтобы на месте старой возникла новая система реагирования, более адаптированная под нашу сегодняшнюю жизнь, более для неё подходящая. Ну, а если мы, допустим, скажем, вот по пунктам, делай раз, делай два, делай три, да, значит, это что? Значит, вот, ну, реально произошло, кто-то что-то сказал, и сразу чувствовали, сразу кровь прилила, сразу мы вошли вот в это состояние, и в этот момент мы думаем, обидится нам или нет. И, допустим, мы ещё не умеем не обижаться, и начинаем крутиться. Вот он сказал, вот, а он такой, а он секой, а я бедный ничего. То есть вот конкретно, что мы должны делать пошагово, потому что это типа как методические рекомендации, делай раз, делай два, делай три. Первое – это нужно себя на этом поймать. То есть нужно понять, ага, сейчас я обижаюсь. Понять, что это моя определённая реакция, и вспомнить о том, что эта реакция не единственно возможна. В этот момент начнётся ментальное осмысление нашего процесса. После этого, если от одной этой мысли не отпустила, потому что, может быть, даже и отпустят, после этого мы сейчас задаем вопрос, максимально ли сейчас эффективно моё поведение. И понимаем, что нет, потому что обида никогда не является эффективной стратегией. Этого просто не бывает. Причём кто-нибудь мог бы мне возразить, что иногда там нужно показать человеку, что вы на него обижаетесь, ну, в воспитательных целях. Я не знаю. Ну, это можно сказать, допустим, да? То есть если у тебя реально обиды нет о воспитательных целях, сказать нужно, да, мне это обидно, мне это неприятно, да? Да. Это достаточно, да, это достаточно показать. Совершенно не обязательно по этому поводу внутри страдать. Абсолютно, абсолютно. Надо остановить в любом случае. Ну вот. После этого нужно сделать некую практику или что-нибудь, ну, у каждого немножко свой способ я делала бы практику, которая помогает от этой обиды избавиться. Сображение замирает. То есть не просто подумать по-другому, а почувствовать себя по-другому. И вот когда мы почувствуем себя по-другому, нужно закрепить это состояние и подумать, как здорово, я молодец, я себя сейчас чувствую совсем по-другому. Я мог бы обидеться, я мог бы продолжать в этой обиде жить еще какое-то достаточно продолжительное количество времени, а я молодец. То есть надо себя похвалить. И вообще мы, собачки Павлова, нам надо себя стимулировать. Похвалить в этом смысле. Очень хорошая идея. Действительно помогать. То есть нужно понять, что я молодец, я сейчас выбрал более эффективную стратегию, от которой будет лучше моему телу, моему уму, моим эмоциям и моей жизни. Скорее всего, сама ситуация, по поводу которой все это возникает, разрешится значительно быстрее. И после этого нужно постараться закрепить это как привычку. То есть повоспроизводить внутренне вот это состояние, когда отпустила, и порадоваться этому состоянию. Повоспроизводить это, например, как? Вот каждый из нас может вспомнить, как ощущается, когда мы мылим руки. Да, вот это ощущение скользкого мыла на руках, мы его все очень хорошо можем воспроизвести, потому что мы делали это миллион раз. Вот точно так же можно воспроизвести любое чувство или состояние. Иногда мы это делаем неосознанно. Ну, например, мы там были на каком-нибудь хорошем свидании, да, и мы после этого приходим и воспроизводим вот эти ощущения, которые только что были. Или мы погружались в глубокую молитву, в глубокую медитацию. Мы ходим из того места, где мы это делали, ну, из церкви, например, или из, ну, там, тренинга какого-то. И чувствуем, что мы еще продолжаем там быть, чувствуем это состояние в себе. У нас есть способность к воспроизведению состояния внутри. На телесном уровне это ощущается телом, в этом никакого эзотерического механизма нету. Это то же самое, что с мылом. Вот это вот состояние, когда отпустило, и тело стало легко, нужно воспроизводить как можно чаще, нужно его прямо вспоминать. И, может быть, повторить пару раз практику для того, чтобы пережить его ярко, и после этого это станет проще. Вот, делай раз, делай два, делай два. Ну, хорошо, в общем, мы так это осветили, теоретическую часть вопроса, да, но у нас там есть домашняя заготовочка такая, да, которая может, наверное, помочь нашим зрителям просто более предметно ощутить, да, на уровне ощущений, что-то такое почувствовать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok